Чтобы работа была эффективнее, у вас должно быть минимум 12 циклов задержек. Просто за такое время успевают произойти достаточные сдвиги в газовом составе крови, когда вы делаете подряд, и развиться соответствующие эффекты. То есть у вас тогда есть время в этих условиях потренировать свои когнитивные способности, устойчивость вашего произвольного внимания. Напомню, чем характерна пранаяма, что мы берем под волевой контроль непроизвольные функции. В принципе, по-другому работают волевые центры. Нам приходится терпеть задержку, и нам приходится при этом еще сосредотачиваться, контролировать непроизвольный автоматически в нашей жизни дыхательный процесс. Само по себе это заставляет нас сосредотачиваться, но со временем этот навык становится очень привычным, поэтому добавляются другие техники, которые способствуют более целенаправленной тренировке внимания. То есть визуализация, аудиализация и так далее. То есть нам становится мало для нашей нервной системы просто ритмичного дыхания и волевых усилий по выполнению задержки. Мы начинаем плавать, теряем сознательное присутствие, впадаем в какие-то бессознательные состояния. И вот когда это происходит, на этом этапе как раз приходит время добавлять психотехники. Поэтому у нас естественным образом делятся на несколько этапов. Помните, в самой первой лекции этап подготовительный, когда мы работаем с жизненной емкостью легких, с объемом, убираем какие-то побочные препятствия, связанные с хроническими заболеваниями или с неправильными дыхательными паттернами. А второй этап – это работа с кумхакой, работа с пропорциями в основном. А третий этап – когда нам уже мало для нашего мозга, для нервной системы, просто работы с кумхакой, мы перестаем из-за этого сосредотачиваться, тогда мы добавляем специальные приемы для сосредоточения в условиях гиперкапнии и гипоксии. Пронояма за счет улучшения мозгового кровообращения пособствует тому, что наш мозг работает более эффективно.